Более 900 подъездов должны отремонтировать в Щелковском районе в рамках региональной программы «Мой подъезд». Из них 557 расположены в многоквартирных домах городского поселения Щелково. Ход ремонтных работ обсудили в администрации Щелковского района на совещании с главами поселений. Работы проводят управляющие компании на условиях софинансирования. Настоящие администрации утверждают порядок предоставления субсидий управляющим организациям. Субсидий будет предоставляться на условиях, если управляющие организации 52,5% софинансируют за свой собственный счет. На заседании было отмечено, что, к сожалению, ряд управляющих компаний значительно отстает от утвержденного графика работ. Управлению ЖКХ и главам поселений была поставлена задача усилить контроль за данной работой и провести отдельное совещание с представителями УК. «УК присылают своих заместителей проводить отдельное совещание, дорожную карту по каждому дню. Сколько подъездов, сколько управляющих компаний. Значит, будем привлекать ГЖИ к работе с этим управляющим компанией, для того, чтобы они их подтолкнули на какие-то определенные риски с последующим возмещением». Глава Щелковского района Алексей Валов обратил внимание руководителей органов местного самоуправления на актуальные проблемы вывоза ТБО, «Чтобы сделать это направление прозрачным, исключить возможность несанкционированных свалок, необходимо проконтролировать наличие договоров на вывоз мусора как у жителей частного сектора, так и у юридических лиц». «Уважаемый глава, надо предметно работать на территориях и не стесняться зайти, познакомиться с директором торгового центра и спросить, покажи мне, пожалуйста, договор на вывоз мусора, с кем оператором ты его заключил. Покажи мне, пожалуйста, акты выполненных работ, сколько ты оплатил. И к этим актам выполненных работ, чтобы вы знали, прикрепляются чеки полигона, что эти работы как бы оплачены и, соответствующим образом, этот мусор действительно там утилизирован». Обсудили на совещании ход расселения аварийного жилья на территории Щелковского района. «Сегодня на территории района находятся 22 аварийных домов, в плюсе 8,5 тысяч квадратных метров, в которых проживает более 400 человек. По состоянию на сегодняшний день, в соответствии с программой жилища и администрации, осуществлено переселение из пяти домов, общей площадью было 102 квадратных метров, переселено 52 человека. По итогам 2018 года мы планируем переселить более 70 семей, численностью 150 человек из 9 аварийных домов». Руководство Щелковского управления Мособл ЕРЦ на заседании отметило хорошую собираемость коммунальных платежей за апрель – порядка 98% и рассказало о дальнейшей оптимизации инфраструктуры расчетного центра. «У нас планируется открытие нового офиса совместного с МФЦ из ВТИ на улице Радиоцентра, дом 5, соответствующих всем стандартам, то есть и для маломобильных труб населения, и для всех». На совещании глава Щелковского района также привлек внимание к проблеме недостаточно результативной работы по обращениям на горячую линию, поставил задачу оперативнее реагировать на заявления жителей, давая ответы и устраняя недостатки в срок. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».